По эту сторону окон счастливы не все, напоминают авторы инсталляции Инстадрама. Обычные парковые скамейки, незапертые подсобки и детские площадки для прохожих и урбанистов значат совершенно не то же, что для бездомных. Временами это вопрос выживания. Инстадрама — это попытка показать мир глазами бездомных через привычную рамку социальной сети, где под фильтрами и слоем фотошопа жизнь кажется куда ярче и безмятежнее, чем есть на самом деле. Вот здесь это скамейка, и рамка направлена на нее. Если мы подойдем ближе и посмотрим через рамку, то увидим, что, увидим, собственно, этот объект, скамейку. Вот такой вот обычный, совершенно рутинный для нас объект может, значит, очень много для других людей. И смысл, в общем-то, всей инсталляции заключается именно в этом. В том, чтобы показать, найти какие-то вещи, следующие объекты и ситуации, очень понятные для нас с одной стороны, но раскрывающие суть вещей немножко иначе, чем мы привыкли видеть. Петербургскому проекту «Ночлежка», занимающемуся помощью бездомным, уже 29 лет. С прошлого года активисты работают и в Москве, пытаясь запустить здесь те же проекты. От приютов и пунктов обогрева до бесплатных консультаций и так называемой культурной прачечной, где бездомные могут бесплатно постирать и высушить одежду. Прачечную открыть так и не удалось. К этому крайне отрицательно отнеслись местные жители. «Ночлежка» до сих пор не обзавелась в столице даже офисом. Собственники помещений неохотно идут на контакт. Очень сложно сказать конкретно, чего они опасаются, но иногда это просто отказы. Ну то есть просто нет, ой, извините, нет, слишком сложно для нас. Иногда говорят, что ну вот знаем этих бездомных, там будет кабель пропадать у нас. Для них это 500 рублей, для нас это 80 тысяч ремонтов. Очень много стереотипов вокруг этой темы. Мы всеми силами стараемся от них сейчас избавляться и стараемся как-то менять вектор мышления, ну насколько это возможно. В том числе вот подобными акциями. Организаторы Инстадрамы несколько месяцев искали площадку для проекта. По задумке авторов, рамки должны были появиться в одном из парков Москвы. Вот только администрации парков заявили, что такую инсталляцию они к себе не пустят. Мол, люди сюда отдыхать приходят, к чему им все эти грустные надписи. Инстадраму приютил Еврейский музей и Центр толерантности. Для музея это первый опыт проведения инсталляции у себя во дворе. История про то, что любой человек, в том числе который живет на улице, не должен быть подвержен стереотипам и мнению о том, что это там пьяница, что это человек, который там все потерял, да, что это человек, который никогда не восстановится. На самом деле это очень важная история, поэтому мы решили сказать ребятам «да». И на протяжении месяца целого агентства, которое им, собственно, и разрабатывало инсталляцию, специально под нас придумало все эти рамки. Рамки инстадрамы на территории музея пробудут до 6 мая. Иван Воронин, Юрий Лебедев, Радио Свобода, Москва.